привет меня зовут ирина и на этом канале я рассказываю о программных продуктах для анализа данных от разных производителей в этом видео я хочу показать и рассказать как сделать аналитический отчет на платформе визеологи за 15 минут я долго думала стоит делать это видео поскольку компания визеологи проводит отличные бесплатные курсы на которых вы можете не только поработать с платформой но и задать вопросы преподавателю но как всегда я решила вставить свои пять копеек так начинаем как обычно я буду работать на демо сервере и начну с создания модели для нашего дешборда я возьму файл данных который использовала в плейлисте про орако пиа и в третьем видео сначала я создам загрузчик для этих данных дальше нужно выбрать файл из которых из которого я буду загружать данные сохранить настройки и настроить структуру моей модели содержит данные с вероятными сделками и это будет наше первое измерение к нему добавляем остальные атрибуты по сделке вероятность сделки количество товара и доход от сделки будут группой показателей при этом вероятность сделки мы будем агрегировать как среднее значение а количество и доход от сделки мы будем суммировать также в файле есть информация о заказчиках и это будет еще одно наше измерение добавляем в него атрибуты и еще одно измерение продукция также в файле есть информация о продавце о владельце сделки это еще одно наше измерение сохраняем настройки и нажимаем кнопку загрузить данные после того как загрузка завершена мы можем посмотреть что созданы наши измерения и группа показателей загруженным показателем я добавлю несколько расчетных переходим на вкладку расчетные показатели добавить показатели и показатель будет называться количество сделок и это будет число уникальных сделок по айди сделки выбираем каунт и уникальное значение следующий показатель вероятный доход будет рассчитан как вероятность сделки умноженное на ее доход разделенная разделенная на 100 агрегироваться будет суммированием сохраняем ссылку на документацию о том какие могут быть расчетные показатели я дам под этим видео в ней вы прочитаете про некие ограничения по расчетным показателям и также по функциям которые могут быть использованы в расчетных показателях теперь мы можем создать дашборд для создания дашборда я буду использовать дашборд дизайнер для этого нужно запустить дашборд дизайнер и настроить доступ к кубу нужно ввести вот такие вот данные для демо сервера и нажать выбрать я буду работать дашборд дизайнере под тем же пользователем под которым работаю на демо сервере нажимая кнопку создать название дашборда я попытаюсь воссоздать такой же дашборд с такими же визуализациями которые я использовала видео про от колбей начну я с гистограммы нужно к ней привязать данные из куба я выбираю группу показателей свою показатель вероятный доход и буду его анализировать по источникам сделки и по этапам сделки я получила вот такой вот гистограмму сюда же я добавлю круговую диаграмму привяжу к яй кубу и буду анализировать количество сделок по типам заказчика для того чтобы настроить влияние круговой диаграммы на гистограмму в качестве фильтра нужно указать влияет на виджеты и выбрать нужный нам виджет теперь круговая диаграмма влияет на значение отображаемое на гистограмме чтобы удалить выборку фильтра нужно нажать на значок фильтра на круговой диаграмме как вы видите выбор виджетов ограничен но можно воспользоваться визуализациями которые есть на демо стенде экземплс я сейчас нахожусь на демо стенде экземплс и выберу для себя какую-нибудь красивую визуализацию например вот эту чтобы перенести ее с экземплс на депо нужно открыть в редакторе дашборд дизайнер запускаем дашборд дизайнер и и настраиваем его на экземпл на сервере экземпл мне нужно найти дашборд который меня интересует я посмотрю по названию это был сортировка в стеке по возрастанию алгоритм переноса такой для начала нужно понять какой виджет использовался для создания этой визуализации смотрим сюда это java script также обращаем внимание на привязку данных столбцах использовался показатель объем продаж и атрибут измерения и в строках использовались два атрибута измерения также нужно скопировать код теперь приступим к переносу этого виджета на демо сервер свой дашборд я добавлю редактируемый элемент java script настрою привязку к данным аналогично как это было сделано на экземпл добавлю показатели вероятный доход к нему атрибут этап сделки и в строках атрибут источник сделки теперь нужно перенести сюда код вставляю код с экземпл и нажимаю выполнить вот такая вот красивая визуализация появилась у меня в дашборде также я хочу перенести сервера экземпл с еще один виджет который называется пузырьковая диаграмма для начала смотрим какой тип виджета это редактируемый код java script в привязке присутствует три показателя в столбцах и атрибут измерения в строках копируем код и переходим на наш стенд добавляем редактируемый java script привязываем его к данным аналогично как это сделано на экземпл я выбираю три показателя и в строках добавляю атрибут измерения сделки теперь нужно добавить код копирую код с экземпл нажимаю выполнить и данные у нас не отображаются посмотрим почему внимательно смотрим на экземпл здесь используется фильтр вместе с пузырьковой диаграммы он нам не нужен поэтому обработку фильтра скрипте нужно убрать удаляем скрипт для обработки фильтра и нажимаем кнопку выполнить получаем красивую пузырьковую диаграмму если внимательно посмотреть на скрипт который используется для визуализации то видно что данный скрипт используют библиотеку high charts ссылку на список подключенных библиотек я дам под этим видео также я дам ссылку на видео в котором рассказывается как сделать пользовательский виджет использует скрипт high chart а сейчас я просто покажу что есть такая возможность переходим на вкладку пользовательские виджеты создать вводим название виджета вставляем код указываем расширенные свойства и нажимаем создать добавляем виджет на лист и привязываем к нему данные из моей группы показателей я выбираю доход от сделки в качестве показателя и в качестве атрибута для аналитики источник сделки вот такой вот виджет получился чтобы опубликовать дашборд нужно перейти на вкладку портал публикация выбрать нужный раздел и нажать кнопку добавить дашборд я выбираю свой дашборд нажимаю применить и сохраняя изменения теперь перехожу на портал в раздел статистика продаж вот мой дашборд подписывайтесь на мой канал и до новых встреч в эфире я не знаю но мне кажется что я не знаю